Девушки отдыхают Должен сказать свой текст Со всех сторон окруженный Южно-Китайским морем Большой чемодан на острове Хайнань Друзья, его еще называют Восточными Гавайями Здесь мы ищем звуки и надеемся заработать с помощью местного хита Страшно В нашем китайском репертуаре уже есть две песни Одна про любовь к морю, а вторая про тоже про любовь, только к девушке Посмотрим кто кого Сегодня будем петь девочкам Белочкам, а им китаяночкам Сейчас надо спеть От страха даже слова все вспомнился Отсюда Задача небольшой команды Большого чемодана, оказавшись на один день в чужой стране Найти все ее звуки Ну или почти все Находим, записываем и помещаем на акустическую карту мира Свои аудиопоиски мы ведем, прибегая к помощи подсказок соотечественников и всей интернет-планеты И еще, нам во что бы то ни стало, нужно разлучить местную известную песню И попробовать заработать на ужин Мы же странники Важная деталь Собирая свой чемодан в планетарную медиатеку, мы ни в коем случае не претендуем на энциклопедичность Для этого написаны тысячи противоводителей Наша цель лишний раз убедиться в том, что весь мир – большой чемодан Сейчас сделаю эту фотографию Супер креативную, а потом мы подойдем Чтобы убедиться, что наша песня более чем известна здесь На Хайняне Хайняне Я как чувствую, мы здесь не нужны Две новой сон? Нет, я не говорю по-английски, я не знаю эту песню Но машу рукой Пока фотографируют жениха, попробуем проверить песню с невестой Сегодня мы поем современную китайскую песню Такой европейский хит Китайский снова удивляет своей мелодичностью Стягивает макияж, не можете спеть Ребята, надо идти, сейчас получу иначе от жениха Извините, пожалуйста, бай Конечно, бай, я бы тоже сказал, бай, парень, бай Мы в городе Хайкоу, который еще называют кокосовым городом Ну, кокосы мы еще долго не забудем Не только мозоли мы вчера разработали Благодаря народной китайской песне И нетленным советским шлягерам Мы поужинали в пятизвездочном отеле О как Перед этим, конечно, записали несколько специфических звуков Прежде чем пополнить акустическую карту острова Хайнань Новыми звуковыми дорожками Я решил сразу же определиться с репертуаром китайского ужина Чтобы, так сказать, конкретно двигаться к цели Ох уж, это китайская кухня, друзья Все есть От черепашьего супа до жареных кузнечиков Но мы выбираем перец с мясом по-хайнаньски Ну и куда же в кокосовом городе без кокосового молока Поэтому нужно заработать нам сегодня 28 плюс 6 34 юаня Я люблю, люблю поесть Но надо сначала заработать Город Хайкоу Столица южно-китайской провинции Хайнань Казалось бы, большой прибрежный город Но, несмотря на размеры, жизнь здесь спокойна и нетороплива Днем вообще малолюдно У китайцев тихий час Хайкоу особо не заботится о своей туристической привлекательности Все едут в санью Зато здесь мозговой центр всего острова Вот, видите? Снова упоминание о кокосе-кормилице Только теперь уже увековечено Звук разделывания кокоса Он не менее важный, чем звук сбора оливок на греческом острове Крин Поэтому место ему на карте Хайнань А ну что, друзья? Кокос сбит, обезврежен и доставлен на разделочную доску Даже может пользу принести Утолить жажду какой-нибудь местной барышни У нас есть все для того, чтобы излечь из него драгоценное кокосовое молоко Поехали Как-то это так делается Осторожно, надо А то играть на гитаре нечем будет Да, у меня не так быстро получается, как у местных-то Что-то я уже начинаю, да? Приноравливаться к этому делу Друзья, когда нашел, потом сбил, а затем вырубил Вкус совсем другой кажется Я уже говорил, что Хайнань называют восточными Гавайями Прозвищ не случайно Китайский остров находится на одной широте с Гавайскими островами А значит, имеет такой же благоприятный тропический климат У Хайнани есть все для того, чтобы со временем знаменитый американский штат стали называть Северным Хайнанем А мы на фуникулере поднимаемся на знаменитый остров обезьян Под нами рыбацкая деревня бухты Наньвань Деревня очень организованная, здесь даже есть уличное освещение Вот эти квадраты, это что-то типа наших грядок В них пойманная рыба, у каждой разновидности свое место Мы приехали вроде бы на остров обезьян А снимают меня почему-то Вот эти капzar Деревня очень серьезно Хочешь развивать Каждое утро здесь на острове обезьян 2000 макак спускаются с гор, чтобы поговорить с туристами. Набор фраз небольшой. Дай покушать. Что принес? Жадина. Пошел ты. Жир треск, не сотряс. Еще какой-то непонятный обезьяний сломит. Обезьяны кругом и все с жалостливыми глазами. Когда просят вкуснятину, голосок такой тонкий. Его и запишем на нашей акустической карты мира. Субтитры создавал DimaTorzok Когда надоедает наблюдать за шайками попрошайк, я сейчас про обезьян, можно сходить посмотреть на дрессированную труппу хвостатых артистов. Меня особенно впечатлил грустный козел-конатоходец, который терпит всю эту шайку-лейку, лазающую по нему как по гимнастическому снаряду. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь не только обезьяны помогают зарабатывать людям, но еще и попугаи. Вот таким вот хитрым способом. Где наши деньги? Пожалуйста, один юань. Ребят, вот же, вот же. Пять? Одного недостаточно? Пять? А ну-ка, держи один. Молодец, красавчик, красавчик. Я его сделал, видели? А кушать на че? А кушать на че? Ну, хитрый китайский. Ну, хитрый. Шесть забрал. Ну, а на галерке сидят, лежат, чешутся, плюются и тоже смотрят представления вольнослушателей, которые только мечтают о большой сцене. А кто-то в кустах репетирует номер девочки на кокосе. Все как у людей. Думаю, уговаривать сюда приехать не нужно. Поэтому, вот несколько правил поведения на острове. Значит, запоминайте. Нельзя размахивать руками. Нельзя громко разговаривать. И самое главное, нельзя улыбаться. Обезьянки расценивают улыбку, как угрожающий оскал. Да, еще цветы тоже нельзя дарить. Бесит это обезьянка. Понимаете? Бесит. Все, 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 не представил. Ухожу, ухожу. Нечеловеческие звуки жалобно просящих человекоподобных заносим на карту. Остров обезьян, провинция Хайнань. Все о путешествиях по Китаю на сайте Государственного управления по делам туризма Китайской Народной Республики welcome to China.ru Ну что, друзья, начинаем развлекать, радовать, смешить, удивлять прекрасную половину хайку. И все для того, чтобы китайский хит в моем исполнении зазвучал. Плохо прозвучит. Останемся голодными. Ключевые слова в нашей песне. Значит, я люблю тебя. Поэтому будем подходить только к девчонкам. Китайским красавицам. Красавицы. Смысл песни, по-моему, понятен без перевода. Я весь мир тебе одной отдал. И лишь одну, лишь одну тебя люблю. Как так, девчонки? В смысле, бай-бай? Осечка вышла. Ну, ничего, всякое бывает. В общем, продолжаю петь сладкую песню всех времен и народов, исполняемую в конфетно-букетный период ухаживания. Пойдем, пойдем быстрее, пойдем быстрее. Ненормальный какой-то поет на ломаном, китайском. Классные тапки. Клевые. Это вам не на туфлях рассекать на мопеде. Прекрасно. Дорогая, здравствуй. Какой ты назвал? Меня зовут Суси. Суси? Да, китайское имя. Отлично. Суси. Меня Руслан зовут. А, мой номер Руслан. Руслан. Руслан, да, отлично получается. Класс. Да, да. Вот такая карамелька. Китайская карамелька. Веселая и открытая учительница китайского языка на ближайшие минут 20. Я не спротивляюсь. Учу этот карамельный язык. Пьяо. 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 Вот. Вот. В Суси периодически что-то выкрикивает. Я не понимаю, что именно, но весело очень. Прольется за окошком дождь, ты молча с ним уйдешь. Рвется крик души, не вернешься ты. И ты не позовешь, спроси меня, как я люблю. Люблю, отвечу вновь. Я право, не виноват. Это все песня. Это уже аксиома. Где бы ни был, она разоружает и снимает любые оковы. Каким бы неприступным ни был человек. Так что, парни, учите песни. Песня завела нас в уютное кафе. Есть ощущение, что вечерами здесь собираются местные. И в большом количестве. Доверимся интуиции и попробуем договориться о вечернем выступлении. Смотрите, что написал. Известный русский певец сегодня будет петь песни на китайском, английском и русских языках. Так что, голодными точно не останемся. Вы смотрите Большой Чемодан, друзья. Мы путешествуем по китайской провинции Хайнань. Ну, если остров, то вода. Если вода, то порт. Поэтому погружаемся, или правильно ли будет сказать, ныряем в шумную атмосферу рыбацкой деревни, которая называется Тайман. 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 Вот таким нетихим способом измельчают ледяные кирпичи и в ящики. Куда и пнестят улов, чтобы он оставался свежим. Вообще это небольшое рыбацкое поселение удивляет белизной прибрежных домиков. Мы так и гуляли вдоль берега, довольствуясь звуком шумящей ледяной пилорамы. Ну вдруг то там, то тут стали раздаваться взрывы петард. Я сейчас вещаю как старый сказочный. Смешно конечно, но все развивалось именно так. Дело в том, что мы оказались именно в день открытия рыболовного сезона. То есть по сути у всех рыбаков Китая сегодня Новый год. Вот и отмечают они первый выезд на работу с помощью такого салюта. Не пошумишь, год будет безрыбным. Примета. Громыхалки продаются в каждом магазине. Вот и мы с хозяином одной из лодок покупаем самую громкую. Как будем стрелять? То есть просто... Или... Окей, давай, берем. Ну все, набор куплен. Сейчас все будет. Окей, погнали. Никогда такой петарды не видел. Смотри, сейчас. А, нет. Вот. У-у-у. друзья это был это такого громкого звука здесь порту еще никто не слышал новый год по рыбацкому календарю на канту далее в большом чемодане продолжение большого путешествия акустического путешествия по провинции тире острову хайнань мы отправимся грандиозный но не настоящий шанхай ну да да среди декораций еще не снятого фильма мы поймаем несколько звуков острова но главное испытание это всякий раз большой вопрос удастся ли заработать на ужин мы запланировали отужинать перцем с мясом по-хайнански но как говорится хочешь рассмешить буду расскажи ему о своих планах ребят не смешно не смешно я голодный все о путешествиях по китаю на сайте государственного управления по делам туризма китайской народной республики welcome to china точка ру мы будем рады если ты подпишешься на канал большого чемодана и прямо сейчас отправишься с нами следующие акустическое путешествие